здрасте если человек осознал что на протяжении жизни зло что он чудовище зачем вы так если человек осознал что он чудовище отворил на протяжении жизни зло был эгоистом и очищает огромное чувство вины перед близкими особенно перед собственным ребенком кто же ему это вы разрушили человека это как ему теперь жить это как рубик рубик убрали середину и все вокруг этого рассыпется скажите пожалуйста если шанс у такого человека выровнять судьбу очистить карму ребенку ли свою искупить вину получить право на новую счастливую жизнь стать на путь духовного роста заранее огромное спасибо спасибо вам за ответ да да осознание и не повторение ошибок и есть новый виток и новая жизнь для этого человека не нужно считать что там карма ребенок и так далее все будет нормально поэтому можно ли как-то ускорить этот процесс вот такой вопрос можно ускорить каким образом быть примером быть примером благочестия быть примером проявленной доброты быть примером восторженного счастья быть примером радости быть примером для того ребенка или для тех детей которые живут чтобы они брали пример ведь человек или человек он хороший или плохой не из-за того что он хорошо или плохо с кем-то разговаривает я часто вижу хороших политиков которые привели страну к тому чтобы два с половиной долларов в день тратили люди на еду знаете которые умирают от голода скорее всего не имеют возможности купить себе одежду и они очень хорошо выступают они хорошие люди они добрые люди и так далее но почему же они такие хорошие но дело в том что есть еще один пункт который делает человека хорошим этот пункт который на который очень часто люди не обращают внимание это поступки человека не то что он изменился отлично нужно теперь изменить поступки если поступки будут хорошими значит человек изменился я знаю миллионы людей которые каются там мы грешные прости господи приходят домой и говорят и падла что ты сдохла эти ненавижу и там чтоб ты подавился вообще я те всю жизнь растила теперь ты не должен или должен я тут за вас молюсь целый день а вы вот такие сволочи и так далее я это вижу они каются и после этого поступками создают наоборот еще худшие условия для близких не нужно раскаиваться не нужно говорить не нужно убеждать делайте поступки поступки есть то что делает человека без слов хорошим или плохим а вот говорит ой я такой хороший я такой хороший я такой добрый я такой потом детей бежать дома бить их там жену диспотировать там с утра до ночи нервничать орать вот так вот в лицо и плеваться на кого-то издеваться писать письма плохие жаловаться критиковать писк выпускать пар свой постоянно где-то среди людей эти поступки конечно же не достойны мне нравятся очень верующие люди очень часто даже вот смотрите верующие люди допустим какой-нибудь религии там у них сказано о том что верующий человек это человек который должен быть примером верующий человек это тот который не будет критиковать не будет обижать и не будет ненавидеть даже на боль любую будет реагировать с позиции адвайты то есть если ударили в одну подставь другую и так далее знаете то есть кем был иисус христос допустим иисус христос был проявлением абсолютной доброты добродетели к людям абсолютного самопожертвования о каком самопожертвование могут говорить руководители религиозных христианских течений которые выступая говорят о ненависти о том что необходимо там там необходимо ругают людей о том что нетерпимость проявляет свою ну что это такое такая религия должна сделать человеком образцом если такие люди конечно они есть несомненно есть образцы религиозных воздвижников христианство есть обычные семьи которые допустим прожили вот в канаде есть семьи русских людей которые во времена большевиков когда большевики и меньшевики начали преследовать религию они в эти времена эмигрировали в канаду и там в канаде живут они до сих пор исповедуют свою религию они примеры благочестия верности следует своей религии вот пусть такая религия будет она вот в таком виде прекрасная она в таком виде идеально и прекрасная там видно радость видно уважение видно любовь видно желание человека для многих что-либо создавать это прекрасно я видел таких людей в египте это люди которые исповедуют ислам и которые в турции видел таких людей которые исповедуют ислам и которые просто показатели благочестия то есть они накормят людей они помогают людям они содержат там детские дома они помогают там покупать препараты в больнице они помогают и дают даже больше если у кого-то там в семье или у кого-то там плохо это директоров или они владельцы завода